Соломенный дом Я бы хотел построить дом по экологическим технологиям И начал изучать в интернете, какие есть варианты И обнаружил, судя по-разному, вариант соломенного домостроения Заинтересовался Оказалось, что эта технология в России начинает развиваться Есть люди, которые уже являются специалистами в этой технологии У них я выяснил, что дом из соломы имеет ряд преимуществ Которые для меня оказались очень важны Первое, это то, что дом в процессе эксплуатации Потребляет гораздо ниже энергии, то есть на отопление По подсчетам экспертов, примерно в 5-6 раз меньше газа потребуется на отопление Ну, в наших условиях это для меня существенный фактор То есть дом очень теплый за счет соломы Второй фактор, который для меня имеет очень важное значение Это то, что солома и глиняная штукатурка Они обладают свойством регулировать влажность в помещении А это вроде такой фактор, который мы не сильно придаем значение Но изо дня в день, из года в год он влияет на нас И многие вот респираторные заболевания, они вот Самочувствие, они вызваны хроническим недостатком влажности в помещениях В наших квартирах, в каменных домах, да, с пластиковыми окнами И вот оказалось, что соломенный дом, вот он обладает таким свойством Оздоравливать человека Не просто согревать его, да, там давать крыши на голову Ну, еще и оздоравливать Мне это очень понравилось Дальше мне понравилось то, что все материалы, ну, практически природные Ну, где-то использую, конечно, я там железо, бетон, да Вот, но основная масса материалов, это взятые прямо из природы То есть не прошедшие никакой технологической переработки То есть это глина, да, из земли, там дерево, ну, распилили, понятно, его там, солома с поля Вот, ну, это как-то вот соответствует моему мировоззрению Такому, которое выражается в том, чтобы наносить меньше вред природе, да, своей жизнедеятельности То есть мой дом через сто лет, ну, как бы минимальный вреда принесет Вот В основе дома является деревянный каркас То есть двойной деревянный каркас, который как раз и несет всю основную нагрузку в доме То есть он разгружает все балки перекрытия На него опирается стропильная конструкция вся И он идет, грубо, создает вот эту вот форму для заполнения утеплителя, ну, вот, который является соломенные блоки То есть в данном случае солома, она не несет никакую нагрузку на себе Она только выполняет роль начинки То есть при плотном ее уложении будет очень теплым За счет вот именно пористой структуры материала Мы применяем глиняную штукатурку Непосредственно мы уже начали ее наносить на дом И глиняная штукатурка, у нее есть очень интересное свойство В отличие от цементных песчанок Что она очень сильно регулирует именно баланс влаги в доме То есть она всегда стремится выбрать в себя лишнюю влагу За счет этого создается, ну, точнее, в этом доме никогда не будет затхлости Ну, то есть не будет такого ощущения, как будто слишком, ну, душно Это непосредственно мой 14-й дом В основном моими заказчиками являются молодые семьи Которые, как правило, беспокоятся о здоровье своих детей и будущем Многим резонируют и экологические принципы, и безопасность И использование, как бы, вот этого ПВХ И разных химических составов в современном жилище Поэтому они хотят по максимуму от этого уйти Я больше тяготею к тому, чтобы, и верю в то, что человек может гармонично жить Даже в городской среде, вот, строить себе дом, существовать, там, работать При этом наносить минимальный ущерб природе Вот, как эксплуатации, так и дальнейшим судьбой этих материалов Вот, в мире есть колоссальная проблема Что делать с железобетонными зданиями? Потому что их утилизировать очень тяжело Небоскребы, да и любые железобетонные дома, которые мы считаем достижением цивилизации И решаем железный вопрос На самом деле мы на очень дальнейшее и будущее поколение Прикладываем проблему утилизации всех этих миллиардов тонн железобетона И я вот хочу внести свой микроскопический вклад в решение этой проблемы И здесь есть интересный эффект Это оказывается в то же время соломенный дом обходится примерно в два раза дешевле То есть получается, что вот эту важнейшую жилищную проблему, которая есть почти у каждого человека, да, у каждой семьи Ну, в два раза легче решить И есть еще один такой уже аспект Этот дом можно построить своими руками Вот я не специалист, я не строитель, да, я, собственно, человек там умственного труда Вот, ну, я вот сейчас принимаю активное участие в стройке дома Ну, как известно, мужчина должен построить дом, да, вот Вот эту часть я хочу сделать сам, вот, а не переложить на кого-то, да, просто купить постройку дома, да Вот, поэтому я в прямом смысле строю дом, вот, и выполняю одну третью часть мужского долга У меня есть прораб, у меня есть, вот, бригада строителей, вот Но также мне помогают ребята, которые, ну, большую часть не имеют профессионального образования Вот, поэтому это строительство позволяет осуществлять его, не привлекая узких специалистов, да, вот сейчас начнем штукатурить Вот, тоже мы штукатуров не зовем, будем штукатурить сами, вот, какие-то отделочные работы будем тоже делать сами Что такое солома, да, это то, что остается после сбора урожая, оно и так вот, ну, его девают неизвестно куда, да На корм скоту или потом просто сжигают То есть это никакой материал, на который потрачены там большие затраты электроэнергии, там, да, нефть не сгорела, да Ну, как его, ну, только то, что комбайн, потому что комбайн, даже если сжег солярку, да, он сжег ее на сбор урожая Он не сжег ее специально на переработку соломы, да Вот, поэтому, скажем так, здесь, ну, если так уж словами такими популярнее сказать Кармический след, да, он такой минимальный Конечно, в наших реалиях я не собираюсь призывать к тому, чтобы жить в землянках, да, там, где-то там, в окопах Вот, но как-то исповедовать философию наименьшего вреда из возможного, да, наносимой природе Ну, это вот мне близко Если кому-то это тоже близко, и кто-то из этого будет руководствоваться, да, то и хорошо Субтитры создавал DimaTorzok